Дорогие друзья, с вами программа истории. В чем смысл этой программы? Дело в том, что в еврейской культуре существует такой обычай, который стал современным законом, а именно чтение, еженедельная отрывка из пятикнижия, из Торы. За год прочитывается все пятикнижие, затем еще раз, еще раз и еще раз. В чем смысл такого повторения? Это не что иное, как актуализация сакрального текста. Мы решили со своей стороны предложить другой способ актуализации, а именно соотнесение недельных глав с историей искусства. Мы находимся сейчас в книге «Бытия», и первый сезон будет посвящен недельным разделам из этой книги. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа истории. Сегодня наш разговор посвящен недельному разделу НОА. НОЙ. У нас в гостях сегодня художник, теоретик искусства Дмитрий Гутов. Дима, добрый день. Добрый день. Я нахожусь в Государственном музее изобразительных искусств Мини Пушкина, в отделе графики, где хранится несколько очень-очень интересных листов, связанных с тем сюжетом. Не похоже на музей. Да, это отдел графики, и он закрыт для посетителей. А, то есть мы находимся в недрах музея, а не в общей экспозиции. Абсолютно верно. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ», ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Они помогут нам в выборе последующих тем для наших программ. Я вкратце опишу содержание этой главы. Бог приказывает Ною построить ковчег, Ной заводит туда всех зверей по паре и так далее. Потом потоп кончается. Ной со своими сыновьями, со всеми животными высаживается. Есть история о трех сыновьях Ноя драматическая, где один из них ведет себя по отношению к отцу не очень хорошо. Ной дает благословение своим сыновьям и проклятие одному из них. Дальше они расселяются по всей земле. И вот здесь есть эпизод, знаменитый эпизод о строительстве Вавилонской башни. Я его прочитаю. «И был на всей земле один язык». Так, собственно говоря, обычно переводят это предложение, хотя на самом деле нужно было бы, наверное, перевести, если буквально, «И была на всей земле одна губа». Дело в том, что здесь употреблено слово «софа», «губа», а есть еще другое слово, слово «лашон». «Лашон» — это буквально язык. И интересно то, что в предыдущей главе, как раз когда описывается расселение потомков сыновей Ноаха, то говорится о том, что они, каждый по своему языку, то есть вроде бы уже у них были разные языки, а вот «софа», то есть «губа» у них была одна и слова одни. И вот случилось так, что, двинувшись с востока, они нашли долину Шинар и поселились там. И сказали друг другу, давай наделаем кирпичей, обожжем их огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а горная смола вместо глины. И сказали они, «Давайте построим себе город и башню, главою до небес, и сделаем себе имя». Такое странное выражение. «Сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Ведь народ один, и вот эта самая губа у них одна. И вот они начали что-то делать. А теперь для них не будет недостижимое. Все, что бы они не задумали, они смогут сделать». Сойдем же и смешаем навла в оригинале, да, их вот этот самый, эту, их губу смешаем, смешаем их язык обычный перевод. И сделаем так, чтобы они не понимали друг друга. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Перестали строить город, неизвестно насчет башни. И поэтому нарочено имя этому городу Бавель. Обычно переводят Вавилон. Почему? Потому что Бог там смешал балаль, Господь, язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по лицу всей земли. Вот, собственно говоря, этот знаменитый отрывок. Я его прочитал целиком с указанием вот тех нюансов, которые содержатся в тексте оригинала. И, наверное, я сразу же дополню вот этот отрывок к комментариям Филона Александривского, отца аллегорического комментария к Писанию, который пишет об этом следующее. «Мы утверждаем, что слова «на всей земле был один язык и одно наречие» нам говорят о созвучии великих и несказанных пороков. Они сталкивают город с городом, племя с племенем, страну со страной. И люди оскорбляют ими не только друг друга, но и Бога. Но и это пороки народных толп. А нас интересуют и те бесчисленные пороки, которые присущи человеку как таковому. То есть, как всегда, Филон Александрийский что делает? Он сначала говорит, что здесь описывается вроде бы пороки, которые сталкивают народы, а с другой стороны, переносит это на уровень отдельного человека и говорит, что можно понимать и так, что это сонм пороков человеческих. В особенности, когда достигло их взаимодействие, когда достигло созвучия нескладного, фальшивого и неизящного. То есть, сон пороков договаривается между собой и провоцирует человека к каким-то действиям. Иносказателен он говорит и образ обжигающих кирпичи. Здесь говорится о тех, кто закаляют страсти и пороки, пылким и возбуждающим словом, в надежде устоять против стражей и мудрости, которые без устали оттачивают свое оружие, но ничего не могут с этими пороками поделать. То есть, Филон Александрийский, как мы видим, предлагает, как я уже сказал, аллегорическую интерпретацию этого. Я прочитаю еще маленький фрагментик. Он говорит, когда про башню и возведем башню, возведем башню, в которой, как в Кремле, надежно воцарится порок. И пусть стопы его попирают в землю, а голова достигает небес, ибо высоко возносит он ее в своей надменности. В самом деле, башня — это не только зиждется на людских беззакониях, она посягает на самые олимпийские выси, воздвигая соображения нечестивые и безбожные. То есть, помимо всего прочего, вот этот сон пороков, он еще и претендует на то, чтобы низвергнуть Бога. Именно об этом, собственно говоря, в дальнейшем говорит Филон Александрийский о том, что такого рода провокация вот этого скопления пороков приводит к тому, что человек начинает отрицать Бога и приписывает себе, по сути дела, божественные черты. Дима, вот хотел спросить относительно аллегорической интерпретации в истории живописи. Мы знаем, что Филон, собственно говоря, повлиял на христианскую экзегезу очень сильно в дальнейшем аллегорический подход к интерпретации писания используют самые разные авторы, еврейские и христианские. Было ли в живописи нечто подобное в связи вот с этим сюжетом? Да. Но что такое аллегорическая живопись? Живопись, которая вот подобна этому комментарию, когда мы в одном видим совершенно другое, или что-то что-то обозначает. Мы такое знаем по 17-му, по очень поздней живописи, по сути уже по распаду живописи 17-й, особенно 18-й век. И само аллегорическое толкование живописи, которое обращается к нашему зрению напрямую, не требуя включать вот эти символические, аллегорические комментарии, ей это чуждо. Поэтому мой подход в интерпретации этого отрывка опирался бы на совершенно других авторов и держался бы ближе к непосредственному тексту, к этим буквально пяти предложениям, которые оказались настолько важными в истории мировой культуры. То есть, если я тебя правильно понял, ты говоришь о том, что есть попытки аллегорического изображения, но на самом деле они не столь интересны с точки зрения истории живописи. Абсолютно. Это совершенно для мировой истории искусства аллегорическая живопись – это маргинальное тупиковое явление, без всяких вариантов. Еще раз скажу, живопись, она обращается непосредственно к предметному миру без вот этого излишнего, ненужного ей совершенно толкования. А какие интерпретации этого сюжета ты бы считал наиболее яркими в истории живописи? Ну, мы можем начать с самого начала. Буквально разбирая этот текст по словам, потому что здесь нет ни одного лишнего слова, и каждый исполнен глубочайшего смысла. Во-первых, начнем с того, что строители стали делать из кирпича. До этого, подразумевается, люди строили из природного камня. Что такое кирпич? Вроде бы это обычная вещь, всем доступная, очевидная, но это настоящий переворот в сознании, не просто в истории архитектуры. Кирпич – это геометрически правильная форма. То есть мы уже имеем дело с людьми, которые знают, что такое геометрия, которые знают, что такое трехмерное пространство, что такое кирпич. Это концентрация трех осей координат, которые сходятся под прямыми углами. Кирпич оказался материалом, из которого, возможно, совершенно фантастическая архитектура. То есть с помощью кирпича мы можем делать арку, мы можем делать свод, мы можем делать купол. Разработан алгоритм, с помощью которого можно делать здания любого размера, совершенно гигантские постройки. Ну, мы, например, такие знаем по развалинам императорского Рима. То есть мы имеем дело здесь с настоящей технологической революцией, которая описана буквально вот этой фразой, что они стали строить Вавилонскую башню и город из кирпича. Так что уже начало захватывающее здесь. Мы имеем дело с началом технологической цивилизации. И то, что мы сегодня переживаем, вот в наши дни непосредственно, это продолжение этой истории. А то, что у них был один язык каким-то образом, ты считаешь, связано с изобретением этой, с этой технологической находкой? Что такое грандиозное строительство, которое здесь описано? Это система логистики, это система организации труда гигантских масс. То есть здесь обязательно должен быть единое началие, об этом у нас будет речь, и один язык, то есть абсолютное взаимное понимание, вплоть до подчинения. Ну да, и есть еще вот эта замечательная фраза о том, сделаем себе имя, которое понимается, конечно, не только Филоном Александрийским, но и, например, фотомудической литературе. Говорится о том, что давайте сделаем башню, и на вершине ее сделаем идола, а в руки его дадим меч, и будет казаться, что тот ведет с Богом войну. То есть здесь вот в этом стремлении к использованию тех технологических средств, которые были открыты, технологическая революция, как ты сказал, она ведет на самом деле к богоборчеству. А сделаем себе имя в Медраше толкуется так. Имя означает не что иное, как идолопоклонство. Мы могли бы сказать, что на самом деле что плохого в том, что люди объединились, совершили техническую революцию, технологическую революцию, стали строить башню до неба, чтобы соединить небо с землей. Ведь на самом деле задача человека и состоит в соединении неба с землей. Что же в этом плохого? И тем не менее этот текст какими-то своими такими нюансами указывает на негативную коннотацию. Понятно, что Бог затем спускается и разрушает, и отсюда мы делаем вывод, что что-то не так. Но что именно не так, остается все-таки некоторой загадкой определенной. Насколько эта загадка волновала художников, и как они ее решали, изображали? Конечно, здесь... О чем идет речь в этом тексте? Что люди бросают вызов. Они бросают вызов небу. Вот эта идея, что мы построим башню именно до неба. Еще раз скажу, в этом коротеньком тексте нет ни одного слова, которое не имело глубочайшего смысла. Что значит до неба? Тут нигде не сказано, что это идея соединения. Они хотят взобраться на небо своими техническими средствами. И живопись... Ну, мы знаем, что взрыв интереса в искусстве к этому сюжету связан, прежде всего, с Брейгелем, то есть с 60-ми годами XVI века. И это не случайно. Да, XVI век — это век огромного прорыва. Человечество — это открытие европейской науки, и, собственно, вот уже совсем той цивилизации, в которую мы сейчас все погружены. И Брейгель как раз нам показывает, что это вызов, который брошен человеком. Человек бросает вызов природе, а природа ему отвечает. Потому что каждый вызов — это... Ты просто вызываешь на себя негативные силы. Ты вмешиваешься в органический ход вещей. Поэтому ответ может быть совершенно сокрушительный, что мы видим на картине Брейгеля, когда башня начинает осыпаться. И это дает целый ряд для других художников. Все они практически так или иначе цитируют Брейгеля, которые вы, вероятно, знали в гравюрах. И вот те работы, которые хранятся здесь, в Пушкинском музее, где я нахожусь, они как раз обращаются к этой теме. А вот перед нами одна из гравюр из Пушкинского музея. Она интересна тем, что, конечно, это прямая цитата из Брейгеля. В чем чудо этого образа. Когда сейчас говорим «Вавилонская башня», мы сразу представляем круглую постройку, которая идет как такой круглый зикурат, где идет эта витая лента, поднимающаяся вверх, и обломан… вот этот верх обломан. То есть и кажется, мы по-другому не можем это представить. То есть Брейгель создал тот образ, который очень трудно изменить, его невозможно улучшить. То есть он это увидел, и такое впечатление, что башня была именно такой. В чем не сомневается и автор этой гравюры. Но здесь, на мой взгляд, самое ценное – это то расстояние, которое нашел художник вот до этого образа. То есть он не стоит к нему слишком близко, он не стоит слишком далеко. Почему это произошло именно во второй половине 16 века? Ясно, что гравюры более поздние. Это было время того самого технологического прорыва. Самое ценное вот в подобных листах показывает, с какой скоростью образ от Чеканины Брейгелем стал распространяться по Европе. И дальше даже. То есть в них проявлен вот этот самый мотив, мотив крушения этого проекта. Как можно к этому проекту подойти иначе? Здесь же самый главный сюжет – грандиозный замысел, оборачивающийся крушением. И, собственно, все, что сегодня обсуждает человечество, ну, как и свои важнейшие проблемы – это то, что уже намечено в этом отрывке. Что такое разрушение озонного слоя? Что такое всемирное потепление? Человек своей технологической цивилизации вызывает на себя гнев природы, она ему отвечает, и это надо принять как данность. Такое вмешательство не бывает безнаказанным. Человек должен уметь контролировать свои силы. В этом, мне кажется, глубочайший смысл этого отрывка. Хочу привести цитату из комментария раби Ицхака Абробанеля, который жил в конце 15-го и умер в начале 16-го века, то есть это примерно тот период, о котором ты говоришь, может быть, чуть раньше, который говорит так, что грех строителей Вавилонской башни, он состоял в том, что несмотря на множество природных условий, необходимых для существования, которым Господь обеспечил человека, тем не менее люди не удовлетворились этим. Они могли бы, как он говорит, заниматься совершенствованием души, но вместо этого они решили обратиться к ненужным занятиям, как он так говорит, посвятив все свои мысли и все свои помыслы тому, чтобы найти ремесла, позволяющие построить город. А что такое город? Город — это ведь то, что, собственно говоря, дает людям возможность ощутить свою значимость. И они стали, как он говорит, людьми полиса, вместо того, чтобы быть людьми поля. То есть вот эта идея Ицхака Абробанеля о том, что человек отходит от некой естественности, в рамках которой он мог бы совершенствовать свою душу. Он занимается цивилизационными открытиями, которые на самом деле его все дальше и дальше уводят от, собственно говоря, совершенствования души. Основную проблему человечества он видит вот в этом стремлении к приобретению каких-то ненеобходимых вещей. Эти ненеобходимые вещи, как он говорит, они, собственно говоря, ведут к чему? Это накопление имущества, это власть, это должности. Отсюда проистекает грабеж, воровство, кровопролитие и так далее. То есть все беды, так сказать, человеческого сообщества Ицхака Абробанель видит как раз вот в этом стремлении. В стремлении, собственно говоря, покорить природу с помощью технологических каких-то средств. Такой вот комментарий, написанный в конце 15-го века. Ты знаешь, мне этот комментарий представляется абсолютно гениальным, и мне хотелось бы на нем остановиться чуть более подробно. Почему? Потому что традиционно, когда говорят про этот отрывок, имеется в виду башня, штурм неба со всеми последствиями, которые мы знаем. Но автор комментарий обращает внимание на еще одно слово, которое там сказано. Они строят не просто башню, они еще строят город. И то, что он здесь противопоставляет полю, это фантастически глубокая мысль. Дело в том, что человечество с определенного периода своей истории живет в этом разрыве между городом и деревней. Город оказывается действительно квинтэссенцией всех изобретений, но в то же время и квинтэссенцией всех пороков, связанных с цивилизацией. Город – это место наслаждения, это место, которое оказалось оторвано от природы, от земли, от естественного существования. И те, кому приходилось в советское время сдавать научный коммунизм, они помнят, что там была такая важнейшая формулировка. Коммунизм – это преодоление разрыва между городом и деревней. То есть это было вшито глубочайшим образом в мечту человечества этот разрыв преодолеть. Почему? Потому что он чреват гигантскими неприятностями. Мы знаем, что мировая деревня, она непрерывно воюет с городом. На цивилизацию, на слишком ушедшую вперед цивилизацию обрушиваются люди пустыни, люди, которые оказались от этой цивилизации каким-то образом отрезанными. То есть мы можем проследить грандиозные движения, негативные движения в мировой истории, например, такое как иконоборчество, как войну именно деревни и города. Поэтому вот этот комментарий, который ты привел, он для истории культуры и вообще для истории имеет грандиозное значение. Дима, а ты мог бы остановиться на вот тех, собственно говоря, почему ты сидишь вот в этом запаснике, в этих недоступных простому зрителю недрах? Что мы и там можем обнаружить в связи с этим мотивом? Вот эти гравюры, может быть, ты расскажешь нам о них, что там можно увидеть? И можно ли увидеть что-то новое по отношению к предыдущей эпохе? Да, вот я остановился бы на одной работе, причем это уже не гравюра, а это небольшая живопись района 1600 года, которая нас еще раз отсылает к приведенному такой только что отрывку. Не случайно автор пишет этот текст и правильно это зафиксировал. Это конец 15-го, возможно, начало 16-го века. В любом случае, это район 1500 года. Что это такое? Это время, когда Коперник делает свое грандиозное открытие, разрушая гелиоцентрическую систему и говоря о том, что человечество, выясняется, что мы находимся не в центре мира. Нет вот этого хрустального купола, который вокруг нас так гармонично вращается, вызывая музыку сфер. Мы заброшены в какие-то космические пространства, и мы летаем вокруг Солнца, а это вызывает переворот у всех, кто вообще слышал или хотя бы чувствовал эту концепцию. А к 1600 году, когда написана вот та работа, о которой я сейчас рассказываю, это становится просто уже грандиозным мировым ощущением. Это год, когда сжигают Джордана Бруно с его идеей, что звезды не приклеены, что там есть некая бесконечность, в которую мы заброшены, а этой бесконечности нет конца. То, что потом сформулирует Ломоносов, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездни дна, и художник это изображает как апокалипсис. То есть это не просто крушение башни, у нас там кирпичи стали сыпаться, мы не можем достроить, он это изображает как последний день Помпеи. По сути, мы имеем дело с крушением, ну, в этой работе с крушением просто всей цивилизации, которая на что-то такое нарвалась, как будто бы действительно происходит взрыв, какие-то молнии ударяют с неба. То есть ты формулируешь, по сути дела, следующую мысль, что на самом деле этот сюжет строительства Вавилонской башни это некая парадигма человеческой утопии, и вот эта утопия на самом деле все время себя воспроизводит. То есть на самом деле модель остается той же самой. Опять кто-то собирается и начинает строить эту Вавилонскую башню. То есть как раз недавно сказал, как можно к этому относиться положительно. А положительно к этому можно относиться, не замечая того, что мы на самом деле оказываемся внутри этого сюжета, а не снаружи. Снаружи мы можем осудить его, а оказавшись внутри не всегда. То есть любая утопическая идея, увлекающая людей, как ты говоришь, к звездам, по сути дела является ничем иным, как строительством Вавилонской башни. Именно так. Поэтому я бы не стал пользоваться фразой «утопическая идея». Утопическая подразумевает что-то несбыточное, нереальное, некую мечту. А мы находимся внутри процесса, где все это оказалось слишком осуществимым. Но нам этот фрагмент все время напоминает о том, что кроме педали акселератора должна быть еще педаль тормоза. Или, как говорили древние, познай самого себя и смири самого себя. То есть ты должен каждый свой шаг очень внимательно контролировать, понимая, что последствия могут быть самые-самые негативные. Я зачитаю еще один комментарий уже 19 века. Раби Шимшина Рафаэля Ирша, который усматривает вот в этом сюжете еще один дополнительный момент, который, на первый взгляд, не столь очевиден. Он говорит о том, что на самом деле одним из важнейших моментов строительства вот этой Вавилонской башни был коллективизм. Сделаем себе имя. Он говорит о том, что это напоминание о силе коллектива и его примате по отношению к индивиду. То есть на самом деле вот в этом грехе строителей Вавилонской башни Шимшин Рафаэль Ирш усматривает стремление к коллективизму и ощущение силы коллектива, который нивелирует и подминает под себя индивидуума. Единственной ценностью строителей было провозглашенное ими общественное благо. То есть индивид здесь был задвинут совершенно. И на самом деле, как он говорит, будущее человечества зависит от положения индивида, от придаваемой ему нравственной ценности, от неколебимости его достоинства. И над этим будущим нависла опасность как раз вот в этом сюжете. В результате планов того поколения и его предводителей, которые, собственно говоря, манипулировали этой самой массой коллективной, стирая любое проявление индивидуальности. Так в 19 веке Раби Шимшин Рафаэль Ирш видит вот эту историю. Знаешь, что еще один совершенно фантастический комментарий, о чем здесь идет речь в этом комментарии? Речь идет о критике коммунизма, о критике идеи того коллектива, который, объединившись, может сделать абсолютно все. Причем, судя по всему, вот автор опирался на некие ранние коммунистические тексты, которые были подвергнуты критике уже самим Марксом. У него есть знаменитое произведение «Экономические философские рукописи» 1944 года, где есть целая глава, которая посвящена грубому, неосмысленному коммунизму. Маркс там дословно пишет примерно то же самое, что коммунизм первоначально является как подавление личности, как подавление индивидуальности, как нивелировка таланта, когда общественное подавляет личное. Что меня здесь поражает, что каждая последующая эпоха находит в этом библейском отрывке новый поворот сюжета. То есть каждое столетие или уже даже тысячелетие, потому что сколько этому тексту? Три, может быть, четыре тысячи лет, его смысл начинает только открываться постепенно по мере того, как человечество осуществляет этот фантастический проект строительства Вавилонской башни. А что такое наша цивилизация? Это и есть строительство Вавилонской башни. Сама вот эта система подобной организации чревата подавлением личности, возникновением тоталитарной системы. Почему? Потому что организовать такое строительство можно только когда есть очень жесткое единоначалие, когда есть человек, который отдает приказы, все должны безропотно подчиняться. Иначе будет, как у людей, поле. Что такое поле? Каждый может обрабатывать свой клочок земли в свое удовольствие, как это делали древние греки, создавая демократию. Там, где строятся египетские пирамиды или гигантские эрегационные сооружения, никакой демократии быть не может. Там будет действительно жесткое единоначалие и подавление личности. Дим, а в истории искусства или архитектуры ты мог бы привести примеры того, как изображается критика, собственно говоря, строительства Вавилонской башни? Или же, наоборот, создается нечто наподобие Вавилонской башни? В каком смысле, когда автор не замечает того, что он воспроизводит этот сюжет? История культуры, история архитектуры воспроизводит это непрерывно. Сравним архитектуру Древней Греции, пропорциональную человеку и с египетскими грандиозными постройками. Мы имеем дело с двумя прямо противоположными подходами. Что такое идея построить дворец Советов? Вот я сейчас сижу буквально в нескольких метрах от того места, где в 30-е годы после взрыва храма Христа Спасителя началась эта грандиозная стройка. По сути, это и архитектурно, пластически, да и по смыслу с этой скульптурой наверху это была идея построить Вавилонскую башню. Ну и сейчас… Буквально, как говорит Медраж, построим там идола, который будет стоять на вершине. Да, да, там с рукой сто метров, с пальцем, по-моему, 30 метров, что-то там какие-то же были совершенно умонепостигаемые фантастические цифры. То есть человечество непрерывно пытается это воспроизвести. Возвращаясь к тому комментарию, который ты только что привел, этого нету в классическом библейском тексте, но есть в устном предании, когда речь идет про Немрода, когда речь идет про того, кто организовал это строительство. То есть там была фигура, которая отвечала, собственно, за реализацию проекта. Да, знаешь, как рождается вот этот комментарий того, что Немрод являлся как бы вдохновителем и главой, вождем вот этого самого вавилонского строительства. Этот комментарий удивительным образом возникает. Дело в том, что про Немрода в предыдущей десятой главе сказано следующее. «А Куш родил Немрода, и он начал быть богатырем на земле». Вот это «начал быть», оно созвучно тому, как начали строить строители Вавилонской башни. Медраж говорит, что это один и тот же глагол «стало быть Немрод» связан со строителями Вавилонской башни. Ну и помимо всего прочего, само его имя Немрод, оно может означать «мы будем протестовать» или «мы будем бунтовать». Слово «меред», «меред» — это восстание, борьба. И Немрод поднимает с точки зрения Медража этих людей на строительство Вавилонской башни. В бережи Траба говорится так, написано, и вот начали они делать вот это сопоставление с Немродом. И дальше говорится то, что Всевышний ударил по голове Немрода и сказал «этот взбунтовал их всех». И сказал им «Немрод», то есть «давайте восставать». Конечно. Во-первых, вот в тех гравюрах, про которые мы говорим из Музея изобразительных искусств имени Пушкина, он на нескольких гравюрах присутствует на первом плане как важнейшая фигура. Он присутствует и на знаменитой картине Брегеля. Правда, ему там не уделено такое слишком большое внимание, но тем не менее он там есть, и мы видим, кто руководит всей этой постройкой. И то, что здесь некое тоталитарное начало в эту фигуру вшито в этом устном предании, это, безусловно, так, еще раз скажу, просто для того, чтобы организовать такое строительство, такого масштаба, нужен фараон. Нужен некто, кто способен организовать эти массы на подобный архитектурный подвиг, если можно так выразиться. Ну да. Есть еще один момент, который мы не затронули, на который, на самом деле, тоже есть масса комментариев. Этот мотив является очень важным, особенно в современных комментариях. Это смешение языков как таковое. В Медраше есть замечательная игра слов с вот этим смешением языков. Дело в том, что невла звучит очень похоже на невала. Невала — это падаль, это то, что является трупом. И вот Медраж играет на этом созвучии, и Раби Абба говорит, «из языка их сделаю труп». Это то, что сказал Господь. Что значит «из языка их сделаю труп»? Один из них говорил другому «дай мне воды», а тот давал ему песок. Тот бил его и разбивал ему голову. «Дай мне кирку», — говорит один, а тот давал грабли. Ну и в ответ ему разбивали тоже голову. Об этом и написано «из языка их сделаю труп». Вот это удивительный комментарий, который звучит чрезвычайно современно, то есть может быть даже почти постмодернистский, когда язык сам превращается в труп и убивает тем самым, физически убивает или буквально убивает людей. Вот то, что ты сейчас сказал, это и есть некоторым образом финал и квинтэссенция истории, когда, с одной стороны, все объединились ради общего дела, как любили говорить в России 19 века, нужно общее дело. Вот это была любимая формула второй половины. А потом это заканчивается чудовищным взаимным непониманием. Даже когда люди говорят на одном языке, но на выходе у них получается просто, например, гражданская война, взаимная ненависть. То есть это не просто знание языка. У людей может быть один язык, но они взаимно друг друга не понимают. У них совершенно разные ценности, разные представления о том, как мир должен выглядеть. И то, что эта угроза висит над человечеством непрерывно вместе со всеми его технологическими усилиями, тоже ключевой момент этого текста. К сожалению, это гораздо труднее передать живописи. Живопись не имеет дело с языком, она имеет дело с визуальными образами, поэтому мне здесь трудно найти какое-либо изображение, которое бы было точной иллюстрацией. А я, наверное, сказал бы так, что, в принципе, этот сюжет является парадигматическим. То это не столько предупреждение, сколько диагноз. Интересно то, что в самом тексте это тоже отмечено. Мы просто так проскочили, я обратил на это внимание, но еще раз замечу. «И рассеяв Господь оттуда их по всей земле, и перестали они строить город». Метраж говорит, город они перестали строить, а башню не перестали. И поэтому, возможно, с этим сложно что-то поделать в принципе, потому что человечество без конца начинает заново этот проект. Единственное, что нам остается, это распознать в том или ином социально-политическом явлении строительство этой Вавилонской башни и вовремя избежать подчинения Немроду, вовремя, так сказать, отойти в сторону. На вот этой полупозитивной, скажем так, ноте, наверное, мы закончим наши сегодняшние размышления. Мы затронули целый ряд мотивов, которые возникают в связи с этим текстом. На этом будем, наверное, прощаться с нашими зрителями до следующих встреч, до следующей передачи. Спасибо, Дима. До свидания. Спасибо всем. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok